Музыка Так что, чувачки, смотрим влог не до конца Ставим лайки, подписываемся на канал В честь победы и сохранения прописки в РПЛ Надеюсь, сезон, надеюсь, концовка будет полноценная Без сбоев каких-то, без каких-то моментов нехороших Я думаю, сегодня в любом случае мы победим И останемся в премьер-лиге И на будущий год, на следующий сезон Нас будут ждать только положительные эмоции, еще больше И также, если сегодня у нас это Почему мы собрались, собственно Чтобы, во-первых, поздравить и наградить самых преданных, я так считаю, болельщиков Которые откатали весь полноценный сезон Все матчи, выездные посетили, все домашние Наградить их памятными футболками Золотой сезон С учетом Красноярска последнего выезда Это было очень тяжело Но все вы справились, все вы молодцы Все вы члены фан-клуба Поэтому я от лица руководителя фан-клуба Хочу поздравить вас с окончанием сезона Хочу вручить вам данные, так сказать, майки АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Для тебя наконец-то долгожданный золотой сезон Так, мой любимчик, любимый родничек, ну и, как говорится, человек, благодаря которому многие добирались за выездом, Димка Повненько. Вроде ложа была. Я уже за стакан быстрее хватаю. Так, друзья, ну что, давайте. Крутые, крутые взгляд. Ура! Итак, что я думаю, все сегодня будет хорошо. Сегодня наконец, как говорится, на нашей кухне будет холодильник. Подливаем. Последний рывок. Может быть то, что произошло в Питере, может быть так и надо было. Ну они нам решили болеть просто в праздник. Еще раз собрались, попели. Есть такое правило. Всегда болеть за то, чтобы он больше уездов. Так сложилось. Да. Да. Вы сделали то, что теперь, теперь у членов фан-клуба есть приоритет на покупку билетов. Это очень важно. Спасибо за многое, спасибо за все. И спасибо за то, что наш клуб представляет такие красивые лица, как у вас. Есть такая поговорочка. С миру погибли, нища не рубалась. Ну это просто поговорка, мы ни в коем случае не нищие, я не знаю. Вот. И мы решили собрать по копеечке. Здесь присутствуют не все, некоторые не смогли подъехать. Так, ну моя карточка вам не нужна, там все равно лучше нет. Вот. Решили подарить вам по сертификату спортмастера по пять тысяч рублей. Надеюсь, что на рубашке вам хватит. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Фагер! 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 Во-первых мой! Фагер! Фагер! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Думаю, что по сезону лучше Думаю, что это лучше сезон по сезону лучше По выездам меня уже сегодня спрашивали другие блогеры я не готов сказать что был особенный выезд в этом цикле на все выезда хорошие у меня память как о выездной рыбке Сезон закончился ждем новый Я не могу, чтобы на второй собрался золотой. Это ложь, кстати. Да ладно вам, вы еще молоды, вы еще молоды. Это удобно, что жизни нет. На пенсии надо будет съездить еще. Это да, это высь будет. Вот эти сумасшедшие еды, вот эти вот, не вполне адекватные. Понял, ну спасибо вам, ребят. Сегодня победа, факела. Спасибо, спасибо. Будем сегодня праздновать. Работали на эту команду все. И ты, и мы, и все, весь стадион. Мы все здесь, мы равны. Наш вклад одинаковый все. Все верно. Каждый здесь достоин остаться. Мужички. Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? Как у вас настроение? Настроение боевое. Выносите Енисей. Выносите Енисей? Да. А я думал Интер, Милан. Мы не с Интера, сегодня не финал Лиги Чемпионов здесь. Сегодня кроме факела Енисея нету никаких матчей. Остальные матчи можно закрывать. Все. Ну все, прогноз тогда, прогноз занимайся. Прогноз есть, Воронеж говорит 2-0. 2-0, я тоже так думаю, да. 3-1, 3-1, 3-1 будет. Воронеж убедит и пройдет дальше. 3-1. Играть тебе не надо. Они, блядь, прогноза делаются. Тихо. Как играли в Красноярске, так и играть. Все верно. Здесь не пластиков не надо. Упереться все, выше лиги надо остаться. А вот эти 3-1, 2-0, это он в контору. Идите и делайте. Играйте все. Побеждать, побеждать. Столько факел, столько побед. Все. Красавчик, красавчик. Все, ребятки, матч уже идет. Вот, короче, зашел за программкой. Но программки, кстати, все раскупили. Вообще все просто. Их нигде нету. Последний матч, ажиотаж такой. Так что программки не осталось. Блин, вообще, Воронеж, что все программки раскупили. Охренеть. Вот. Ну и что, решающий матч финальный. В завершающем сезоне. Сегодня выигрываем. Гуляем, отмечаем. И вот вся, весь, вся информация будет впереди. Так, ну что, матч уже стартанул на стадионе. На начало мы немного опоздали. Тут уже фанаты устроили перекличку с Востоком. Так что, ребятки, атмосфера сегодня обвина. Финальный матч сезона. Боремся за сохранение в РПН. Так что, жаришка сегодня нас ожидает. Весь матч. Возьмите, вперед нас победы. Возьмите, вперед нас победы. Возьмите, вперед нас победы. Реклама, вперед нас победы. На день, на седьмой минуте, на восьмой, Пенко, ворота Енисея. Уууууу. Давай, Ромка, давай, Коуч, давай, Каутиньо, давай, Каутиньо. Мясо на команды Ениси забил ровно. Адмашин! Номер седьмой. Один ной первый тайм. Десятая минута, Пакел забивает. Кушечка. И сектор наших фанатов просто, ну какая песня, ну красотища же Ай-яй-яй-яй-яй Хорошо, спокойненько Ну что, первый тайм закончил, ведем 1-0, очень хорошо играем Ну и Есей, кстати, тоже создает и были опасны, штрафной удар был опасный, Илья Сынов потащил Но все равно счет в нашу пользу, уже по итогу встреч 2-0, остается последняя 45 минутка и все И мы остаемся в РПЛ, ребятки, остаемся в РПЛ, представьте, самым сложным путем Факел выполняет задачу и сохраняется здесь команда с самым минимальным бюджетом, с самым дешевым составом И такой сезон вообще великолепный, замечательный, все болельщики довольны, все этот сезон считают вообще лучшим в истории Факела И так что, блин, бомба, вообще круто, последние 45 минут смотрим и все, и идем гуляем, отпразднуем, потому что мы выполнили задачу на этот сезон Это последний матч сезонов, которая в нояболовин Браммин углов Кромко от Баша, �糖 И, скорее, ждем, ребята Аплодисменты. Роман Акбашев, Роман Акбашев. Городный свинг Каутиньо. Кайф, кайф. Просто и ставка зашла, и Пакин победил. И в РПЛ остались. Ёл! Аплодисменты. Вместо Амбашев, Роман Акбашев. Семнадцатый. Идем. Роман Акбашев. Роман Акбашев. Роман Акбашев. Наверное, последний их матч за Пакин. Вот сегодня последний их выигр. Ну, Мангай хочет играть в футбол. Пакин отдает столько времени. Максима не подходит. Аплодисменты. Так что... Давайте, ребятки, отключим по гольчику и все. И уходим по гольчику. Спасибо за сезон. Сезон реально был крутой. Очень много хороших матчей. Очень много эмоций. Нервов. И вообще, блин, команда топ. Очень рад, что мы остались. Это вообще лучшая команда. Лучший клуб. Все. Финальный свисток. Мы выиграли. 2-0. Мы остаемся в РПЛ. Блядь, кайф. Мы в РПЛ. Мы в РПЛ. И выиграли. Украина. Выбирали. Ты знаешь, выBR. Привет! Игно! Заблакил радов! Привет! Игно! Всегда приобрелись! Паш, нифига себе, где ты такой урвал! Игорь Калинин вручил! Вообще кайф! Как вам кажется, в нынешнем сезоне «Факель» стал легендарным составом? Как ваш состав, мне кажется, можно назвать таким? Мне кажется, в этом сегодня оставшись премьер-лидер тоже. Я считаю, что большое дело сделали. Порадовали всех болельщиков, народ. Давно такого не было. Действительно, это сотворили не чудо, но очень приятное впечатление наших болельщиков. Поздравляю всех! Переживал, даже сейчас трудно говорить. Такое ощущение, что недавно он сам был. Я больше волнуюсь, чем прошлый. Когда сам играл. Поздравляю всех с тем, что выполнили задачи. Ну, все-таки по итогам сезона, руководство. Поздравить вас! Спасибо! Спасибо! Закрепились в РПЛ. Как оцените сезон вы со светлой ССБО взглядом? Самый сложный сезон именно для «Факелов». И мы, к сожалению или к счастью, не были на презентации или вручении разных категорий наград РПЛ. Потому что мы участвовали в переходных матчах и пролетели там под 10 тысяч километров, я не знаю, туда-сюда и обратно. Но я бы на этой презентации там не присутствовал на вручениях. Я бы Ростову, Краснодару и Воронежу сделал отдельную номинацию, чего Лига не сделала. А это было бы правильно. Не имея чартеров, имея закрытый аэропорт и логистику, мы остались в РПЛ. Естественно, не остались в ФНЛ, а остались в РПЛ с самым маленьким бюджетом из всех. Это благодарность и честь ребятам, всему клубу, без исключения каждого сотрудника. И, соответственно, здесь говорить только ничего не стоит, здесь только одни авансы можно делать. У нас нет эмоций на сегодняшний момент, потому что, пролетев в Питер, оттуда в Красноярск вернулся, под 10 человек заболели вирусом, с температурой лежали, сегодня кое-как подошли и до этого кое-как подошли к матчу. Из-за всего этого играем в манеже, чего не должно быть в профессиональном футболе, по мне, даже на уровне ФНЛ. Манеже не должно быть, имея стадион. И не самый маленький бюджет. Мягко говоря, вкладывайте в развитие инфраструктуры. Мы вложили, Оренбург вложил, мы идем по пути развития, почему нельзя это делать другим клубам? Ну, вот и все. Эмоций особо нет. Мы с вами разговаривали перед сезоном, и вы сейчас тоже сказали про самый маленький бюджет. И перед сезоном вы сказали, что вы можете позволить себе только свободных агентов. В новом сезоне бюджет будет увеличен? Я сейчас вообще не готов комментировать ни новый бюджет, ни все остальное. Мой контракт заканчивается 15 июня ровно. Что будет дальше, я не знаю и комментировать не буду. Поэтому на сегодняшний момент мы хотим радоваться. Мы сделали невозможно. Еще раз говорю, это ситуация вопреки Краснодар, Ростов, Воронеж. Это в топ-3 номинации по этому сезону. Этого никто не говорит, это никто не освещает в полном объеме. Только у Ростова маленькая разница. У Краснодара есть возможность оплачивать чартер. У нас нет чартеров. Мы летаем рейсовыми, стыковочными рейсами. И мы остались, еще раз говорю, в РПЛ не благодаря, а вопреки. Это сейчас самое основное. Все остальное я даже обсуждать ничего не хочу. Потому что нет ни сил, ни эмоций. Еще раз говорю, мы все летали вместе с командой. Мы всегда были. Отдельная благодарность, помимо всего клуба, это лично губернатору. Потому что без него этого ничего не было. Он возглавляет наблюдательный совет. Он также с командой был, как и я. Практически каждый день занимается этими делами. Это один из лучших руководителей, наверное, на сегодняшний день, который у меня был. С точки зрения управления и так далее. Поэтому всем причастным благодарность, все остальное. Бюджеты, небюджеты мы будем обсуждать потом. А вы бы хотели остаться честно? Есть еще вопросы? У меня нет. Спасибо большое. Спасибо. Ну, если говорить в сумме, стыковый матч, забить в стыках, помочь команде сохранить прописку. Приятно это или командный результат гораздо важнее личных успехов? Самое главное, что мы остались сегодня при Мерлине. По силе символичек, который сегодня... Слава, остались в РПЛ уже. Какие эмоции, какие вообще ощущения? На самом деле, прям большой груз в плеч. Когда стоит задача сохранения, это большое давление на тебя. И у тебя нет права на ошибку. И я реально счастлив, что получилась моя задача. Самый сложный когда-то в факеле уже зимы, самый сложный момент, который происходил с тобой вот в этот период? Да сложно сказать, выделить какой-то один момент. Самый сложный, это, наверное, вот момент, когда вот у меня с крыльями случился какой-то спазм задней мышцы в задней поверхности бедра. И сложно было эмоционально. Вроде и выиграли тогда, но в то же время непонятно, что с травмой. И второй сложный момент, это после Санкт-Петербурга, когда уже все рассчитывали на то, что останемся напрямую в РПЛ. А случилось так, что пришлось врать из таких матчей. Ну, в Питере прям видно было и по игре, и по желанию команды то, что решили закончить сезон в Питере. Да, был запределенный настрой. Ну, сложилось так, как сложилось. Вот после Питера были сложнейшие переезды. Как вообще тяжело это было? Как подготовка к матчам с тыков? Была ли подготовка, просто восстановление? Очень тяжело. По сути тренировочного процесса не было. Была только дорога, логистика и восстановление. Просто поддержать себя немножко в тонусе. Из-за того, что долгий выезд недельный у нас получился морально тяжело. Ну, какие планы тогда на вечер? Как будешь праздновать? Сейчас с командой соберемся, отпразднуем все как надо, как положено. Ну, все-то, в следующем году уже здесь. Снова увидимся. Взял каждый век. Здравствуйте, друг. О-о-о-о! Завтра уедет в Москву. Удачи мне. Все. Ну, это... Роспись оставил? Не оставил? А? Роспись не оставил, да? Нет. Ну, все равно это на память, на всю жизнь. А у меня вот... Браемида. Француз. Конечно, самое главное вообще. Команда молодцы вообще. Просто последние три матча, какие тяжелые были. Переезды вот эти вот по 10 тысяч километров. Это ужас. Вкусно. Юрец. Оу. Ну, мы остались. Конечно. Все. Теперь ждем новый сезон. Можно с облегчением сказать, что это супер сезон был для нас. Лучший сезон. Конечно, лучше. Кайф, кайф. Все. Теперь отдыхаем, набираемся с новыми силами и зажигаем опять все стадионы. Это Баутика, Калининград. Это Казани, Рубин и все остальные. И Крыльям привет еще передадим. Все верно. Кайф. Как вам сезон вообще? Какой? Что больше всего вам запомнилось? Больше всего запомнилось то, что наше место высшая лига. Это сразу было понятно. И мы ее заслужили. И мы теперь следующий сезон будем в ней играть и будем болеть так же за факел, топить и снимать в твоих роликах. Понятно? Классно, классно. Спасибо большое. Ну и вот встретили Артема, представителя паблика и всех ФКФВ, стримов и всего прочего. Можно сказать, легенда наших болельщиков. Все его слушают, смотрят. Артем, ну расскажи итоги сезона. Какой сезон был для тебя? Что вообще запомнилось? Сезон был очень длинный. 10,5 месяцев. В нем было вообще все. Единственное, чего не было. И слава богу, это того, что факел находился бы в зоне вылет. Такого ни разу не было за 30 туров. И факел не дал усомниться в этом и в стыках. Поэтому это самый главный итог. Ждем всех уже в июле. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok